Здравия всем людям, которые идут мистическим путем. Я хочу поделиться с вами одной из практик, которая со мной произошла. Неожиданно, не по моей воле, практикуя и обучаясь, со мной произошла такая история. Находясь на рабочем месте, у меня появилось огромное желание пропустить энергию через всю Землю и охватить ей все вокруг Земли. Я вышел в офис, встал посреди комнаты, и меня как судорога свела, через меня прошел белый луч, который пронизал всю Землю и начал растекаться, и закрывать всю нашу Землю своей белой энергией, которая вытесняла все. Она заливала все, все темное внутри и в земле, снаружи. Она просто заливала все, нестерпимо. У меня не было сознания. Я просто видел, как этот свет течет, как он расходится, входя в Землю снизу и входя в Землю сверху. Я как со стороны наблюдал, как Земля полностью покрывается и тонет в этом белом светящемся море. Потом, когда все это произошло, ноги свело, тело, слабость, зверский аппетит. Ну, я думал, что на этом все и закончилось. Вечером, когда пошел принимать ванну, набрал воды, ну, где-то около по колено. И меня здесь накрыл следующий призыв. Я стоял по колено в ванне. И уже, держа в руке меч-кладенец, я с яростью воина разгонял тьму, которая морем текла, которая выкрикивала и пугала меня. Во мне не было страха, во мне не было ничего того, за что бы я боялся потерять. У меня была одна цель – избавиться от того, что находится на родной, любимой Земле. И я этим мечом, мистическим, разгонял эту бесовую толпу. Их было так много. Это было море невидимое. Когда я поднялся выше над землей, я увидел щупальца дороги. Они выглядели, как буро-красно-черное канаты неровной формы, которые опутывали всю землю. И в них звучало «Мы не дадим тебе уйти, ты будешь наша». И я рубил эти канаты, я рубил эти дороги. Оно все становилось настолько маленьким, я поднимался и становился все больше. И я перерезал эти канаты, я перерубал эти дороги. Они говорили мне, да нет, что ты делаешь, не нужно. Может тут все будет хорошо, зачем ты это делаешь. Я не верил им. Я слышал у них в голове, ты нам только дай чуть-чуть укусить, и все будет хорошо. Но я все равно, я стоял, я кричал какие-то мантры или агмы, выкрикивал какие-то слова. Кричал прочь. И вот это происходило в ванне. У меня летало по комнате весь инвентарь, которым купаешься. Пузырьки падали, губки какие-то летели. Но я ни до чего не дотрагивался руками. Я чувствовал этот меч, двухручник, ладенец, которым я их гнал. Я обрезал вокруг земли всю эту темную пуповину, которая окутывала ее. Я все обрезал, ничего не осталось. Я им ничего не оставил. Но та тьма, которая была налипша на земле, я чувствовал, что это наша задача. Наша задача ее убрать, ее переработать. Вот такой случай со мной произошел. Вот такая практика была в моей жизни. Я почувствовал, что очень здорово, что я родился на этой земле. Я благодарен всем своим братьям и сестрам, которые привели меня на эту землю. И тем силам, которые дают мне знания. И которые дают мне силу противостоять той тьме, которая пытается преобладать на нашей земле. И поработить нас. Я Русь. И им этого не получится. У меня немножко вибрирует голос в глазах моих слезы. Но моя рука крепка. И дух мой очень сильный. Я благодарю вас всех.